здравствуйте друзья с вами как обычно павел и сегодня я решил рассказать вам о третьем уроке ардуино решил снять видео в этом уроке мы будем изучать подключение пьезоизлучателя к ардуино вот как видите схема довольно таки проста у пьезоизлучателя у нас три контакта плюс минус и контакт управления плюс у нас подключается к 5 вольтам на ардуино минус к минусу как обычно а контакт управления мы будем подключать к тринадцатому порту вот схема простейшая три контакта ничего сложного никакие макетные платы нам не нужны достаточно контактных проводов ну что ж давайте откроем сейчас скетч в принципе он довольно таки простой значит смотрите что у нас тут объявляем переменную соунт пин на тринадцатом порту она будет а вот далее объявляем вторую переменную будет долей соунт это у нас будет пауза в одну секунду в этом в этой переменной будет такое значение у нас записано значит вводит цветов мы ничего не будем этой функции писать мы будем только только вводит лук значит смотрите первое вот это у нас команда вот она воспроизводит сигнал с частотой 1915 герц то есть смотрите то есть получается команда тон да то есть подать тон на переменную соунт пин который у нас на тринадцатый порт с вот таким вот значением это герц как раз то есть получается по нашему контакту управления будет подаваться сюда что нужно у нас чистоту воспроизводить в 1975 килогерц а в 1915 килогерц вот потом долей долей соунт то есть долей соунт это у нас одна секунда будет пауза одна секунда вот она у нас вообще почему тысяча потому что у нас в миллисекундах это все измеряется вот длительность воспроизведения сигнала в данном случае у нас будет то есть у нас будет одну секунду воспроизводится сигнал ну и далее то же самое далее у нас опять сигнал подать уже с 1700 герц потом опять подождать до 15000 то есть 1519 герц ну и так далее 1432 1275 1136 и 1014 ну и ноутон выключаем звук то есть получается у нас будет звук непрерывно идти с разной частотой с интервала в одну секунду то есть одну секунду один вид одна частота потом выше 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 и погас вот собственно скетч как видите очень простой ничего сложного а вот так что ж проверяем его проверили все работает все замечательно без ошибок вот но у меня скетч в arduino уже залит но заливать вы знаете когда вот этой кнопкой так ну и что ж вот при включении arduino у меня сейчас он видите сейчас загружается и после загрузки начнет нормально выдавать а не не начал почему не начал потому что мы подключились и arduino его перехватило среда разработки вот поэтому мы открываем монитор порта например и все и у нас звук пошел довольно таки громкий и видите у нас вот значит что я вам еще могу сказать в принципе можно если вы там музыкальный человек да разную частоту с разной частотой настроить так чтобы происходила какая то мелодия в интернете кстати много всяких скетчей именно на определенные мелодии то есть можно будет вставлять и замечательно воспроизводить вот можно также сделать что можно несколько пьезоизлучателей подключить вот и и будет у нас разная мелодия да с разными пьезоизлучателями будет как бы уже оркестр небольшой можно также еще кнопки добавить и будет ну кнопки мы и в следующих уроках будем разбирать и будет у нас как бы целый такой небольшой какой то не знаю инструмент музыкальный который мы можем по кнопкам будем сами воспроизводить определенные мелодии так ну что ж друзья на этом третий урок по arduino для чайников закончен вот кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал будет еще много всего интересного всего доброго пока пока